здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о борьбе с земляными муравьями вообще эта проблема почти глобальная в садах и огородах в умеренной зоне и даже в более южной чем умеренная зона и и муравьи земляные муравьи приносят достаточно много хлопот они разрыхляют землю там где не надо они подрывают растения они создают неблагоприятные условия для корневой системы но самая большая неприятность которую они приносят они расселяют люп по растениям и защищают люп от нападения хищников поэтому как бы мы не привлекали насекомых какие бы мы не создавали благоприятные условия для насекомых хищников. Муравьи делают свою работу прекрасно, защищают тлю, а тля благодарит их за это сладкой капелькой сиропа, который получается в результате поглощения клеточного сока растений. Растения истощаются, они заболевают, тля является переносчиком различных вирусных заболеваний растений, что в общем чрезвычайно-чрезвычайно неприятно. Что же делать? Конечно, вроде бы с одной стороны нам вредит тля. Если мы можем избавиться от тли путем различных обработок, то мы одновременно можем избавиться и от муравьев. Но на самом деле не тут-то было, потому что обработать все растения без исключения в саду, сами понимаете, ну совершенно невозможно. Вы же не можете опрыскать из авиации какой-то, да, обдать все растения абсолютно. Даже если муравьи покинут какие-то культурные растения, они переселятся на сорные растения, на неплодовые деревья и, соответственно, будут там делать свое черное дело. Хотя мне ужасно жаль муравьев, они живые существа, часть экосистемы, но в саду они, так сказать, не являются желательными нашими соседями. Существует много советов по поводу того, как побороть муравьев. Есть экзотические, есть более-менее разумные, это и рассыпать пшено, это поливать настоем апельсиновых корок или даже рассыпать сами корки, вроде бы даже это эффективно. Ну, использовать различные приманки, содержащие яды и так далее, и так далее. Но я вот испытал один достаточно экологически дружественный способ, который, как оказалось, является достаточно эффективным. Дело в том, что в арсенале биоинсектицидов имеется целый ряд инсектицидных препаратов, созданных на основе такой бактерии, которая называется Bacillus thuringiensis. Эта бацилла чрезвычайно эффективна при борьбе с колорадским жуком, при борьбе с различными листогрызущими насекомыми, также при борьбе с мотыльками, совками и так далее, их личинками, при борьбе с тлей тоже достаточно эффективен этот препарат. Но и вот как-то было очень мало информации о том, эффективен ли этот препарат при борьбе с муравьями. Все-таки муравьи это несколько иная история, чем большинство вредителей садов и огородов. Но однако же я нашел достаточно позитивную информацию, были хорошие публикации о том, что Bacillus thuringiensis и их токсин эффективен также и против различных видов муравьев. На самом деле муравьи являются не только проблемой в садах и огородах, во многих странах это какие-то нежелательные соседи внутри самого дома, и это египетские рыжие муравей, которые селятся у нас в квартирах, это и всевозможные термиты и так далее. Ну то есть ученые ищут, как же побороть муравьев. И я решил испытать вот такой вот препарат, который называется бетоксибацелин на муравьях. Что я сделал? Мне, к сожалению, пришлось раскопать несколько муравейников, потревожить этих земляных муравьев и вот в таких вот баночках разместить этих рабочих муравьев. Они живут достаточно долго, во всяком случае, достаточное время для того, чтобы провести эксперимент. Я их туда заселил, немножечко стал подкармливать сахаром, они там стали рыть даже норы, это достаточно интересно наблюдать, наверняка детям будет интересно. И в одной банке оставил контроль, то есть кормил их просто сахаром. А во вторую баночку посыпал сахар немножечко и вообще поверхность почвы вот этим вот порошочком бетоксибацелина. Он так немножечко подванивает, но в общем достаточно дружественный, какого-то такого неприятного химического запаха не имеет, содержит споры и токсины, которые выделяют эти бактерии. Ну, что я могу сказать? Конечно, мне очень жалко муравьев, но не прошло и пяти дней, как все муравьи рабочие погибли. Конечно, семья муравьиная организована достаточно сложно. Там есть матка, которая плодит этих рабочих муравьев, которые как раз ухаживают за тлей и собирают эту росу, так сказать, которую выделяют тли сладкую и носят ее в муравьи, кормят других муравьев. То есть там такое сельское хозяйство очень сложно у них. Но я так подозреваю, что муравьи, контактировав вот со спорами этой бациллюстурингенсис и с токсинами, каким-то образом попал этот токсин и эти споры в желудочно-кишечный тракт муравьев. Они все-таки кушают, там им есть чем питаться. Соответственно, если вы посыпите поверхность муравейника, то есть поверхность тех выходов, где муравьи заходят, выходят из земли. И, соответственно, они вымажутся в этих спорах и в этих токсинах, занесут их к себе внутрь муравейника и достаточно великие шансы, что муравейник от этого такого щадящего способа погибнет. Поэтому попробуйте этот способ у себя на огороде, в своем саду, посмотрите, что у вас получилось, поделитесь вашими результатами. Результатами, по крайней мере, тот эксперимент, который я смог ранней весной провести, показывает высокую эффективность данного метода. А я желаю вам успехов, в том числе в борьбе с вредными насекомыми и другими вредителями. Пользуйтесь биологическими средствами защиты, они эффективны от широкого спектра вредителей. Желаю вам успеха и надеюсь на наши новые встречи. Для того, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Желаю вам успехов и всего хорошего!